Приветствую вас! Такое забавное, забавное видео. Почему забавное? Ну, наверное, по одному же время от времени такие видео полезны посмотреть. Особенно тем, кто очень любит мне рассказывать, как хорошо было в Советском Союзе и как плохо в Украине. Причем, понимаете, рассказывают люди, которые вообще никогда не жили в Советском Союзе, просто не родились. Или рассказывают люди, которые жили, но... Вот у меня есть такая подружка, Ирочка. Ну, подружка это потому что моего возраста. Да-да-да, когда-то мы вместе ходили в школу. Не удивляйтесь, я тоже в школу ходил. Вот, ну, сейчас пореже встречаемся, там встречались и время от времени... Но она знает мое отношение к Советскому Союзу и она бывает... Зачем? Ну, там было так хорошо, вспоминаете... Ирочка... Ирочка... А не врешь ты, а? А время от времени я люблю, я так немножко... Ну, опять, это как уже взаимно знаете, люди так немножко в возрасте. Я ее впадкал и она теоретично отпугается, да, я понимаю, что... Я ее пугаю, что... Ирочка, вот будешь так критиковать и фалить Советский Союз, я твоей внученьке расскажу, как ты себя вела в школу. А мне внучка в школу ходит, думаю, все, понимаете... Времена-то идут... А она делает и шар пугается, да, я понимаю, что... Хотя, если бы, я думаю, внученьке рассказал бы... А, внученька как раз в младший класс находит. Ну, знаете, вот такой... Она еще не подросток... Ну, вот такой, знаете, идет к подростковому возрасту... Я думаю, если бы я ее сказал... Как? Бабушка ее ходила в школу... А я думаю... Бабушка? Да, это бабушка... Ну, да, сейчас, Ирочка... Сейчас, Ирочка, бабушка... А когда-то... Сколько это? 40 лет? Даже больше, чем 40 лет назад... Она была... Она была обычной школьницей... Симпатичненькой, худенькой... Ну, короче, школьницей, а что вы хотите... И очень часто, когда шли мы со школы... Мы не шли, а бежали... Так, да... Это была такая интересная ситуация... Ирочка бежит, а ей бежит такая... Стань-ка, мальчик... Прямо думает слова... Причем, понимаете-ка, ситуация... Там у нас было расстояние от школы до... Ну, где жила Ирочка... Ну, относительно я... Так что мы все равно не сходили... Ну, бежали... Но бежали мы... Знаете, с точки зрения... Вот, скажем, вот так... Зигзага... То есть, имеется... Ну, вот, можно было так пройти... Но мы и шли... А так... А так... А так... По этой причине, действительно... Бывало, мы приезжали со школой... То есть, мы же... А что так долго? И шли... Причем... Понимаете, в чем круиз? Когда мы бежали... Явно не работали законы физики... Потому что... Мы бежим... Ну, Ерочка бежит... Мы за Ерочкой бежим... А... А... Расстояние... Все... Так сказать... Увеличивается... А потом уменьшается... Потом все увеличится... А потом... Ну, просто физика вообще не бывает... Да-да-да... Очень часто находилась какая-то бабулька... Или дедулька... Которая... Нам... Дела... Замечание... Пионере... Так, НИБАГАЮТУ Что вы тут вытвораете? Я что-то недорог, нет. Ну, знаете, дедушка очень сильно приживала, что пенная девочка. Ей мешает мальчику дойти домой. Она же, наверное, очень хотела домой уроки в чьи. Наверное, хотела почитать работы, горячо любимого Леонида Ильича Брешкина. Ну, как минимум. И вот эти вот сердобольные бабушки, дедушка вам расскажет. Так нельзя. Нельзя бегать некрасиво. Бег, нервничать, так все и беду. Ужас, беда, страх просто такой. Сейчас, конечно, даже если собрать всех этих мальчиков, ну, всех не соберешь уже. Некоторые живут в том месте, а некоторые вообще непонятные дела. Ну, знаете. И, как бы, пробежаться, я думаю, это надо бы точно все. Особенно внученикам удивилась. Бабушка, бабушка, ты куда бегать? Причем, Ирочка объясняет. Ирочка, ты же путаешь Советский Союз, жизнь с этим, с тем, что... И с тем, что за тобой сейчас никто не бегает. Да. Не, муж у нее тоже есть, тоже не бегает. Ну, сын, как и догадывает, уже очень большой, но с ним внуковочка есть. Ты просто путаешь времена. Потому что жили очень бедно, ужасно, бедно. Все доставали. Ирочки тоже родители были рабочие, там ничего такого. По этой причине, если там, везло, что-то за старый какой-нибудь там кусок мяса или колбасы, то родители исчислили. Да, были моменты, что мы даже с Ирочкой в очередях стояли. Ну, трюк был довольно популярный. Родители брали детей. Почему? Ну, во-первых, очень часто давали норму. Говорили, вот там, 400 грамм масла на человека. А теперь уж ребенка два. О, уже 800. Ну, просто, чтобы правильно было. А еще очень часто училищи были сумасшедшие, и ребенка ставили в очередь, а родители занимались в другую очередь и бегали. Так что мы очень часто детей брали. Подпиши дамы завели. Все детство простояло. Мы не только бегали, но и в очередях. Ну, и дети, которые бегали, тоже стояли. Было и такое. Так что это хорошо. Причем, вы же в очередях не умеете стоять. А мы, что называется, с детства научились в очередях стоять. О, нет, цена наука. Вы что тут? Вы понимаете, толпа людей. Взрывся! Очень. Невинься! Значит, такая середина. Это уже надо так, что сейчас очередь не выбросили. О, наука! Ребята. А влезь в очередь? О, это вечность. Крик. Гал. Но, если правильно, можно влезть. Да, это тоже. Какая-то дороже. Смирал. Так что, какая ситуация была. Ну, я, честно говоря, не знаю, бегают ли сейчас за... Ну, бегают за внученькой. Ну, в самом случае... Не, внученька даже где-то похожа на бабушку. Ну, Юрюш, ну, смотрите, внученька, бабушка. Похожа. Ну, то, что... У нее, конечно, немножко сейчас другие увлечения. Ну, внученьки, понятно. Смартфона уже не было. Ну, какая разница? Ну, я думаю, что те же самые. Ой, какая... Ну, вот это действительно беда на людей. Когда они путают молодость. И реальную историю. Советский Союз – это просто история шутки. К сожалению, мои родители, дедушка, бабушка... Ну, попали. Тошмар. Пришлось это пережить. Но лучше, чтобы Советского Союза не было. Тогда бы... Бегали бы мы за юночки. То же самое бегали. Но не было дурацких чередей, дефицита. Ну, и родители мои, дедушка с бабушкой, имели нормальную жизнь. Не такую. Уж как вы догадываетесь, дедушка мой повоевал. И был, и голод. Все было. Все пережили. Талоны, и пайки. И как... Ну, там была действительно 30-ая, да. За три колоска садили. Да, такое все было. И вот такое, да. А сейчас мир меняется. Но придет, я думаю, время и внученька, и ручки. Ой, я расскажу. Ой, как хорошо было во время войны в Украине. Ей Бог будет убить. Не гляньте. Потому что люди, ну, особенно некоторые, не все, не некоторые. Очень часто, ну, живут с ностальгией. С своим детством или юностью. И они путают. Или, скажем, сравнивают. И, ну, перемешивают свою жизнь. И жизнь за страной. Не, понятно, что часть страны. Но, молодость, это одно дело. А нищета, которая была в Украине Советского Союза, совершенно откроена. Все. Благодарю за внимание. До свидания. Відео для спонсорів мого канала – самые цікавые відео. Поэтому ставайте спонсором мого канала и не пожалкуйте. Субтитры создавал DimaTorzok